Добрый день, спасибо, что пришли на нашу презентацию. Мы хотим рассказать о том, как наша компания вышла на 20 минут за 20... За два последних года. И на самом деле, хорошим способом это рассказать было бы рассказать о том, как компания, в принципе, работает и определяет стратегию, и делает свои вещи. Ну, с начала, давайте познакомимся. Меня зовут Илья. Это... Я Роман. Роман, и мы продукт-менеджеры в компании TransferWise. Скажите, кто из вас слышал? Ух ты. Мы не ожидали, сколько народ. Да, это удивительно много, потому что компания позволяет переводить денег только в Россию, и отдела разработки у нас здесь нет, поэтому обычно они здесь мало слышат. Вот. Но давайте для остальных конкурентинга расскажу про компанию. Она занимается денежными переводами, и появилось 7 лет назад, когда два эстонца, Парет и Кристо, жившие в Лондоне, совпулись с проблемой. Дело в том, что Кристо работал в консалтинге, в Делойте, по-моему, получал зарплату в фунтах, но у него была ипотека в Таллине, в евро. Таллиц, в свою очередь, жил, тратил денежки, пил пиво за фунты в Лондоне, но был устроен еще в эстонском офисе скайпа и получал зарплату в евро. Они каждый месяц, получается, каждый делали обмен на валют в разные стороны и платили по 5-6% в обменном курсе. Ребята достаточно умные, поэтому им ситуация не нравилась, они нашли способ, как обойти. Они создали скайп-чеки, где раз в месяц договаривались о том, сколько поменять деньги, сколько денег они хотят поменять. Выбирали курс обмена, который показывался на Гугле, и, получается, Кристо переводил деньги к Тавиту в Британии, а Тавит в евро переводил в город в Эстонии. Таким образом, как вы делали локальные переводы, очень дешевые и неплодельные, они стали экономить каждый по 5% в себе. Да, есть такой модный термин, это называется peer-to-peer трансфер. Да, вот это был такой peer-to-peer. Вот потом в этот скайп-чет они добавили друзей, друзья начали добавлять своих друзей, и она вот с неженковым повалилась, и сейчас в компании, в сервисах пользуются полный миллион людей в 60 странах всего мира. Переводят больше миллиарда фунтов в месяц, и в компании, ну, ой, это старенькая цифра, в компании сейчас около 730 человек в 9 офисах мира, и тут Мария очень хорошо рассказала про customer development и интуицию, в этом плане нам легче, у нас люди из 50 разных стран работают, поэтому у нас интуиция в разных странах тоже есть какая-то. Но на самом деле самая главная причина того, что компания так быстро растет, это то, что клиенты наши рекомендуют сервис, и вот без клиентов, которые вы любите этот сервис, ничего бы этого не получилось. Нам кажется, что мы, то, как мы строим продукты, оно позволяет привлекать клиентов и делать их евангелистами, вот. И как же это делать? У нас есть две основные составляющие нашего продукта, то, почему вообще пользователи, так сказать, им пользуются. Рациональная часть – это сухие факты, не эмоциональная, потому что по статистике всего лишь только 30% пользователей знают, что на курсах валют, когда они переводят деньги, например, из евро, фунты, они теряют деньги, потому что наша задача – прорвиться через этот парьер. А рациональная – это сухие факты, это как, как илия, у нас пиларс переводится. Скрепы, я думаю, начали. Да, наши скрепы – это скорость, цена, качество и покрытие. То есть это, то есть мы поняли, например, что в английском рынке, как и европейском, если продукт будет проходить в течение дня или в течение нескольких часов, то пользователи будут намного охотнее им пользоваться, потому что в среднем с лифт идет 3 дня. То есть если трансфер приходит в течение часа, то это вызывает вау-фет. Средняя стоимость перевода из фунтов евро – это тоже 5%. Мы даем 0,5%. То есть в 10 раз цена меньше. Качество. Зачастую для того, чтобы перевести крупную сумму денег, тебе нужно сдать очень много документов, включая свой ТНК. Это очень сложно. То есть нужно, наверное, найти в банк, предоставлять всякие подтверждения. ТНК не сдаю, но в банке ходят. В зависимости от стран, тем более это еще очень сильно отличается. Да, то есть можно реально ходить пешком, но мы предоставляем полностью онлайн-версию. И покрытие, то есть наше присутствие в странах. Для того, чтобы, например, знаем, что Австралия или Бразилия – это большой рынок, и если мы выйдем, мы по-любому захватим какую-то существенную долю. И мы поняли, что вот цена, качество и скорость, если мы это воспроизводим в любой другой стране, то продукт будет работать. И у нас будет большое количество пользователей. То есть какими-то гросс-хаками, в принципе, не добиться. Вот, например, у нас наш VP of product – что скорость транслива – быстрее скорость звука. Просто зачастую реально легче посадить человека с чемоданом бабла на самолет и отправить его в какую-то страну. Чем деньги дойдут через весь систему. Ты работаешь в Латинской Америке, у тебя такое часто бывает с клиентами, да? Летают с чемнами? Да, да, да. У нас есть такая шутка, что единственный способ, например, для Аргентинца, как перевести деньги из своей страны – это засунуть доллары в трусы, и сесть на самолет и перелететь. Потому... Такой рост нельзя добиться каким-то, как Гросс-хаками, или маленькими изменениями, только потому мы идем по масштабным вещам. То есть мы хотим, чтобы наш продукт был в 10 раз лучше. Мы будем готовить для себя некий чек-лист, как можно понизить цену, как можно сделать скорость, как можно сделать качество. И он достаточно объемный. На нас там вниз на 11 где-то. По-моему, мы не будем здесь о нем рассказывать, но радостью с ним поделимся в кулуарах и можем рассказать, как все это работает. Да, как все это мы умудряемся делать? Да, у нас очень много команд. У нас приблизительно 30 команд, которые сосредоточены на разных вещах, на той же скорости, на цене, на покрытии. Например, я предоставляю команду «Латинская Америка», я предоставляю команду новых владежных методов. У нас свои собственные команды, мы обрабатываем собственные гиппиады. То есть, нам чуть-чуть спустили какие-то требования, мы абсолютно сами решаем, что для нас является важным. Вот у нас есть команда «Валют», и мы полностью независимы. То есть, у меня нет босса, который рассказывает, что нам нужно запустить такую страну. Мы определяем достаточно просто приоритизацию, мы сможем насколько быстро добиться величия наших скреп, и насколько сильно пользователи голосуют. То есть, у нас, если валюты нет в списке доступных, они могут проголосовать за эту валюту. Мы таким образом определяем, что наши пользователи голосуют мышкой, за какую валюту открывать. Да, вот на примере Бразилии, могу сказать, что средняя стоимость перевода там 10%, 10%, то есть, одну десятую зарплаты отжирает бомб. То есть, они там, извините за внимание, насколько офигели, что, например, наш продукт, даже если взять достаточно большой ценой на местном рынке, из-за того, что, так сказать, покупка валюты стоит не дешево, она стоит 2,5%, но в 4 раза разница для них колоссальная. Просто они просто невероят, как может быть такая цена, и спрашивают они, не какие-то ли мы с камерами не заберем нигде. Поэтому нам приходится работать с другими балками в голове. Да, у нас скорость, средняя скорость перевода тоже с Бразилии занимает неделю, то есть, ты должен прийти к банковскому керку, принести документы, он тебе через неделю перезвонит и расскажет, можно и тебе сделать перевод, и тебе нужно прийти сделать перевод в каком-то банковском отделении. Вот, и поэтому у нас продукт в Бразилии работает даже вообще без маркетинга. То есть, у нас в среднем один пользователь приглашает 3-4 своих друзей. То есть, там даже коэффициент пиралити не один к одному, когда продукт сам, так сказать, развивает, он там один к трём. То есть, он там растёт на ракете, мы даже не вливаем деньги маркетинг, потому что там есть другие насущные проблемы. Например, нельзя купить столько валюты, сколько хотят пользователи перевести деньги. То есть, у вас хорошая проблема, когда слишком много денег, и надо придумать, типа, как их перевести из одной стороны в другую в масштабах компании. Ну, скрипт, это всего лишь одна из наших частей. И как это всё это донести, все эти сухие факты для пользователей, расскажет Илья. У нас есть замечательный способ преодоления всего этого продукта. Ну да, то есть, когда чисто рациональный человек понимает, что продукт лучше, и он лучше на порядок, это очень хорошо, и это помогает. Но порой люди даже не знают о том, что у них какая-то проблема существует. Вот в нашем конкретном случае 70% людей, они не знают, что они платят вот эти вот 6% или 10% в обменном курсе, потому что банк это прячет в курс банка, и люди это воспринимают как что-то нормальное. Поэтому нам нужно людям рассказывать о том, что у них есть эта боль. И рассказываем мы это, вот пытаясь как бы использовать эмоциональную, составляющую. То есть мы даем видение нового мира, где деньги бесплатные, переводы мгновенные, ну то есть не бесплатные, скажем так, очень дешевые, но в конечном счете мы хотим довести это до бесплатного создания, потому что все эти команды, про которые я вам рассказывал, они постоянно сокращают стоимость перевода, ищут возможности делать это дешевле. И вот это видение нового мира мы нашим клиентам передаем. И чтобы они это купили, это поняли и стали вместе с вами делать эти изменения, эти революции, ну эту революцию мы называем ее так, мы используем разные достаточно вызывающие способы в маркетинге. Например, этот станд на главной площади Лондона, то есть там станция метро, банк, где центральный банк, у них находится все, пришли наши разработчики, и немножко наших клиентов, это будет раннее время трансфервайзер, и вот установили революционный такой флаг, и это была там компания «Прощайте банки». Ну и вообще проходит очень много разного рода флешмоба, в которых участвуют в основном наши клиенты, которые лояльный сервис, ну представьте, да, вы людям, сократите 5% их денег, они действительно очень по этому поводу как бы рады, они готовы довернуть обратное, они приходят на наши флешмобы, оно там запускает бутные пузыри, или переодеваются в костюмы скелетов с надписью «Покойтесь миром банки». И вот такие вот события очень сильно привлекают внимание публики и прессы. Или там вначале у нас был слайд с обнаженными людьми, это была компания, которая называлась «Нам нечего скрывать, у нас нет скрытых комиссий». Вот. И вот пример – это недавняя реклама в Фейсбуке, которая показывает, как человек чувствует себя, когда ему там скрытые комиссии добавляют, соответственно, показывает эмоции людей в рекламе, и люди действительно это смотрят, и это там кликает в голове, и они это чувствуют, и начинают как бы уже тогда переключаться, после эмоционального захвата они переключаются на рациональные вопросы, и начинают разбираться в проблеме. Но даже как бы рациональные вещи нужно поднять до низких, потому что там считать цифры – это не самая простая задача. Вот. Поэтому мы помогаем клиентам и с этим. То есть мы объясняем, что такое курс обмена, о том, что не все курсы обмена одинаково полезны, и делаем подробные сценарии, а потом тоже показываем, сколько платится в комиссии, сколько спрятано в обменном курсе, и сколько будет, если использовать сервисы вроде нашего. Вот. И дальше закрепляем. У нас самое последнее главное видео было, где насыпали на беговые дорожки LEGO, сделали длину вот этих LEGO препятствий, соответствующие размеру настоящей комиссии, и вот там спортсмены бежали, и там страдали, опять-таки много очень эмоций, это очень ярко было. Невероятно много репостов, лайков собрало, а потом эти люди приходят и становятся клиентами. Вот. Они, кстати, реально бежали, и первую моторскую дорожку управлял наш генеральный Кристо. У нас даже есть собственный ролик, очень забавно наблюдать, когда генеральный бежит и орёт, а так болит в ногах с LEGO. Да, то есть достаточно вот вирусное, оно очень распространяется в большую скорость. То есть наша команда, которая снимает все эти вещи, она ест свой хлеб с икрой очень даже неплохо, и мы таким образом доносим всю эту информацию до наших деток. Если вы хотите больше узнать о том, как мы работаем, как организована наша структура, каким образом мы запускаем блюдо, задавайте вопросы, мы также будем здесь находиться. Я думаю, меня тяжело потерять без виду. Так я буду рядом со мной, так что… Я буду лежаться на руках. Так что, да, задавайте свои вопросы и… У нас есть много достаточно проектов внутри компании, когда люди сами, ну, вроде 20% угла, когда сотрудники сами начинают чем-то заниматься, и часто даже вне компании. У нас много очень сотрудников работает над хобби проектом «Криптоевро». вот, кстати, с учетом, даже у нас один из основателей, Кристо, он этим занимается. Там идея в том, что… собственно, да, на Ethereum построить систему, которая будет выпускать Евро, привязывать это к эстонскому E-Residence. А? Да, ну там… Они существуют, но это… Суть… Вот в этом приложении они дальше хотят пойти, и это есть эстонскому правительству, как бы, продать и сделать так, чтобы они имитировали действительно евро, эти евро были настоящими, а не торгующимися там, а по пару, там, один к одному, условно. Основная проблема криптовалюта в том, что нет реально заклонов, которые регулируют, что их делают. И как криптовалюту превратить в… Амрянную больницу. Например, для того, чтобы нам, например, это сделать, у нас есть свои лицензии в Европе, в Лондоне, во всех остальных странах мира. Для того, чтобы, например, допустить криптовалюту во всех этих государствах, должны появиться определенное положение от Центробанка, для того, чтобы… Да, криптовалюта приравнивается, как бы, реально, и тогда мы сможем их использовать. И у нас есть целая команда, как сказать, банковская команда, которая занимается тем, чтобы объяснять всем этим регуляторам, как все это работает. И когда это все будет принесено, они меняются… Например, у нас было большое достижение недавно. Мы Центробанку Аргентины объяснили, почему можно… и как можно сделать переводы из страны, чтобы там не собирать кучу документов, вообще раньше просто переводы из страны там был, в принципе, невозможен. И благодаря нам они приняли новое положение, и теперь с 1 июля зарубежные улицы могут совершать переводы и партнериться с местными структурами. То есть мы вообще открыли там вход до новых бизнесов страны. Вот так вот. Слушайте, а в России у вас какие-то экономические варианты сейчас? Что-то там продается приедем? Да, то есть можно перевести в рубли, но нельзя перевести из рублей. То есть как мы делаем всю эту приоритизацию? Мы понимаем, например, что в России сделать нам нужную информацию, держать в России, то есть у нас должен быть свой сервер, у нас должны быть определенные договоренности и определенное количество пользователей, которые хотят, чтобы мы открыли эту валюту. Например, сейчас оно значительно ниже, чем желающих перевести, например, из других стран. У нас такая четкая приоритизация. Больше пользователей, тем легче нам сделать, тем более мы активно работаем движемся. Ну да, то есть не только серверы, но и еще много других барьеров. Скажем. Грубо говоря, то есть все, что команды эти независимые принимают, они есть внутренняя валюта, манские new users, сколько новых клиентов ты приводишь за месяц. И ты делаешь трейд-офф. Любая команда делает выбор, запустить рубли в России или запустить Аргентину, например, и взвешивает усилия и предполагаемое количество новых пользователей. Пока в России не выбирают, но новые команды появятся, или дойдем на нее, запустим обязательно. Да. Да. Да, сможем. Я простой, банально просто, как вы оцениваете, что организация здесь корректна. Да. То есть, как я говорил, у нас работает 50 человек, ну, 50 разных национальностей, из 50 разных стран. То есть у нас, грубо говоря, есть представители самых больших этвасов, у нас есть коренные бразильцы, которые могут сделать, так сказать, корректно, некорректно, бразильская версия. Есть жители Сингапура, жители Австралии, которые тоже, там, американские английские, с английского в английского, там, существенно отличаются. То есть у нас есть представители, которые могут рассказать, правильно это или нет. То есть мы, за счет, так сказать, разнообразия народа, который у нас работает, руливаем очень многие вещи. Не, надо сам. Да. Мы тоже сравним, что это, у нас есть, на нейтики, которые переводят, другие нейтики, которые проверяют. И, тем не менее, каждый новый нейтик, который смотрит, это действует, что здесь правильно, тут правильно, тут правильно. Когда мы сравнивали какие-то, по каким-то ключевым языкам, например, у нас есть пол, 15 шагов, 15 вариантов, отвориться. И, допустим, я думал, что английский, это, вот, мы сравнили, какие-то немецкие, итальянские, итальянские с английским, они должны всяко хуже, и мы будем с ними работать. На практике оказалось, что английский лучше кореть, а у людей, его больше. Может, там, хотя, потом я делал опросы. Опросы тоже оказались весьма противоречивыми, то есть русский, который для нас активный английский, который для нас активный, показал тоже весьма зависимый виноград. В итоге, я знаю, что русский, русский, итальянский, есть ошибка, но я не знаю, как это сделать. Тут, смотрите, не только, не только, как бы, качество перевода имеет роль, очень важно еще сообщение. То есть на каждом шаге ты, как бы, рассказываешь человеку, что он должен сделать. И эти сообщения, они могут быть адекватны и резонировать с одними народами, и абсолютно, как бы, быть вообще непонятным другим. И ты даже не сможешь это, в принципе, перевести нормально. Поэтому, поэтому, что происходит, у нас есть организация с маленькой буквой, она, кстати, началась совсем, достаточно недавно, полтора года назад, вот краудэн поставили, перевели все, ну, как бы, сервисы на основные языки, которыми у нас пользуются клиенты. А есть организация с большой буквы, когда вот, команда Cadres, она там, недавно разделилась на региональные команды, и они конкретно, вот, общаются с клиентами, смотрят страницы, и смотрят, вот, как бы, дают человеку лендинг-пейдж, и говорят, ну, поработайте с этим лендинг-пейджем, и, как бы, он про каждое сообщение не только говорит о том, как оно, ну, там, понимает его или нет, но и насколько там, как бы, с ним резонирует. Вот, и уже, то есть, там, лендинг-пейджи на всех регионах, тоже у нас потихонечку становятся разными и локализированными. Даже приемки у нас постоянно юзер-тестирование идут, то есть, от того, что у нас офисы в разных странах находятся, нам не нужно, то есть, мы можем обходиться без, вот, удаленных каких-то сервисов, а вот, нам очень просто человека привезти, посадить рядом, и с ним поговорить. и, это один из способов. Наверное, самый такой, как бы, 24 на 7, мы собираем эти комментарии со всех клиентов, то есть, у нас постоянно идет поток того, на что люди жалуются, что они хотят поменять, это все дело автоматически аналитикой категоризируется и в нужные команды направляется. То есть, там очень много всяких хитрых штук, как постоянно, вот, построить обратную связь с клиентом, получать от него информацию. У вас есть очень крутая ценность продукта, и вы сделали это слово классное. Как еще приходите в новую страну и рассказываете людям, которые вообще не подозревают, что такое есть, о том, что у вас есть такой продукт, надо им пользоваться? Да, у нас, когда мы поняли, что у нас, ну, рациональное соответствие действительно, то, что мы можем донести наши месседжи, что у нас есть, там, чек-лист маркетинговых активностей, то есть, у нас обычно наши основатели приезжают туда, они договариваются, там, с крупнейшим имением, то есть, интервью, освещение, потом запускаются Facebook-компании, в которой там, делаются лендинги, запускается контекстная реклама и делается станк под все это дело. Потому что, когда происходит станк в каком-то большом городе, все люди начинают искать еще что-то за фигня такая, трансферация. У нас уже вот это контекст, Facebook готов, лендинги, все все оптимизировано, то есть, мы весь, всю эту волну хайпа, которую вызвали медиа и выступления наших фаундеров и станками, подводим на уже подготовленную, так сказать, капкану. Ну, то есть, если говорить про каналы, да, все стандартные каналы работают SEO, Pay Marketing, Facebook Pay, файты, федератов очень много, которые, там, сайты для сравнения стоимости переводов и, там, пожалуйста, трансферайс. Ну, да, и PR. PR очень хороший, кстати, вот что я, там, с переходом из, там, российских проектов, я до этого работал не на деньгах, в иностранные гораздо легче, там, такие, вот, как, там, все вот эти, вот, яркие, большие СМИ, они с огромным удовольствием пишут про подобные события, про запуски, которые, как внутрь запустились, но в новой стране вроде ничего необычного, для них это событие. Все, спасибо. Я думаю, у нас это запросилось. В целом, какая структура и инфраструктура в пользу между магистраложением и и, я не знаю, какой процент пользовался? Ну, в зависимости от страны, но в среднем, у нас уже 58% пользовался пользоваться. Вот, а если между мобильными приложениями и вебом, наверное, вот, ровно там, треть это Android, треть iOS, треть мобильная версия. Но я думаю, что это очень тоже, от продукта зависит, у любого там, ну, как бы, у разных продуктов эти проценты будут очень разные и очень зависит от родовых пятен, с чего мы запустились, а что появилось позже. Да. Если продакт-монеджер будет DTS, то, конечно, DTS будет больше продакт. Такие вещи тоже. Не сдаёт. Не сдаёт. Более того, там, как бы, её сейчас опять вызывает. Всё, у нас тут конец уже. О, спасибо. Спасибо большое за вопросы, за то, что услышали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ